Всем доброго времени суток! Сегодня мы поговорим о нескольких вещах, которые будут помогать вам быстрее разбираться с темой точных расчетов. Основная мысль это разбиение задачи на множество мелких подзадач. Как вы видите, в данном случае речь идет о том, чтобы разбивать элементарное сложение на последовательность либо нескольких сложений, либо комбинированную последовательность из сложений и вычитаний, чтобы каждое из этих сложений производить элементарным образом за очень быстрое время. Если же речь идет о выражении длинном, содержащем несколько слагаемых, между которыми расставлены на слайде сложения и вычитания, то, во-первых, мы можем сокращать цифры, стоящие в одинаковых разрядах у слагаемых, имеющих разные знаки. Мы как бы каждый из этих слагаемых, независимо от того, с плюсом оно или нет, как бы мысленно разбиваем на несколько простых слагаемых по его разрядам. То есть вместо слагаемого 700, 281 мы видим набор слагаемых 700, плюс 200, плюс 80, плюс 1. К нему нам нужно прибавить 3000, потом 700, потом 1. Отнять 200, потом 90, потом 1. Для чего это мы делаем? Мы это делаем для того, чтобы пользоваться правилом от перемен мест. Слагаемых сумма не меняется. Из какой-то части какого-то слагаемого можно вычесть какую-то определенную часть другого слагаемого. Вместо того, чтобы из 7281 вычитать 291, мы просто из 7281 вычтем 91, то есть сократив по 200. Также мы можем скратить и по единичке. Далее мы можем усматривать у слагаемых, которые идут с одинаковым знаком, например, с плюсом, в одинаковых разрядах числа, которые дополняют друг друга до десятки, как тройка и семерка. И суммарно они дают единичку, переходящую в другой разряд. Если это были тысячи, то сейчас они дадут единичку в десятках тысяч. То есть у нас в данном случае есть 10 тысяч. Это то, что мы получили сложив по 7300. Далее мы поочередно можем сокращать некоторые слагамы. Вместо минус 90 и плюс 80 можно написать минус 10. Далее из 701 мы вычитаем 140. Это все равно, что из 600 1 вычесть 40. Здесь бы я хотел подробнее разобрать использование цифр, дополняющих друг друга до десятки, стоящих в одинаковых разрядах, в разных слагаемых. Также донести одну такую простую мысль. Если у нас есть некоторое школьное знание о том, как складывать какие-то длинные числа, то скорее всего оно ассоциируется со сложением столбиков, где мы сложение начинаем с единиц, продолжаем десятками, потом сотнями и так далее. Мы можем нарушить этот порядок и начать складывать длинные числа не с единиц, десятков и сотен, а наоборот с миллионов тысяч и так далее. То есть со старших разрядов. Когда дело дойдет до темы приблизительные расчеты, это сыграет нам на руку. Потому что когда мы сложим несколько старших разрядов у искомой нам суммы, то мы в принципе можем на этом остановить. Ну и кроме того, если учесть, что в начале решения какого-то задания человек может быть более внимательным, чем в конце, то уж лучше вот это внимание распределить в начале на старшие разряды и не ошибиться в старших разрядах, а возможно ошибиться во младших разрядах. Потому что ошибка во младших разряд не будет играть такую большую роль, как ошибка в старших. Мы можем сначала сложить тысячи семьдесят одна, три и четыре. Получается семьдесят восемь тысяч. Дальше что мы делаем? Дальше мы ищем в одинаковых разрядах цифры, которые дополняют друг друга до десяточки. Вот 200 и 800 складываем как тысячу. Дальше единица и девятка как десять. Семьдесят и тридцать дают сто. 7 и четыре. Ну и не совсем те числа, которые дополняют друг друга до десятки. Но в итоге получается одиннадцать. Дальше остается четыреста. Сто и восемьдесят. Но это пятьсот восемьдесят. Ну и получается, что у нас вот одна тысяча прибавляется. Значит сотня будет сто и пятьсот. То есть шестьсот. В десятках будет вот это вот восемьдесят. Еще десять. Ну и еще десять отсюда. То есть получается плюс сто. Ну и плюс вот эта вот единичка. Ну вот, чтобы было понятно, здесь я зачеркнул тройку цифр, которые дополняют друг друга до десятки. Ну то есть цифры, дополняющие друг друга до десятки. Не обязательно они могут идти парами, они могут идти тройками или даже четверками. Субтитры сделал DimaTorzok